Синяя птица несчастье, когда дольщики смогут въехать в свои квартиры. По всей стране, как дома, отменят ли сотовые операторы роуминг и, как это скажется, на ценах на связь. Раскрученная игрушка, как новомодные спиннеры, влияют на детей и взрослых. Жилые дома в Канашей-Чебоксарах, которые на прошлой неделе попали в сводки происшествий, обследуют эксперты. Глава республики держит ситуацию под личным контролем. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Эти фотографии опубликовали на официальном портале органов власти. На место ЧП в город Канаш по поручению главы региона приехали министр строительства и главный жилищный инспектор. Проверка показала, что трещина образовалась в колонии, которая удерживает деревянные балки. На утренней планерке Михаилу Игнатьеву представили подробный отчет. Образовались трещины порядка 4 сантиметров на первом этаже, в первой квартире данного здания. После данной аварии выставлены были маячки непосредственно на стенах и на конструктивных элементах здания. Движение не было зафиксировано за прошедшие двое суток. Произойдут ли дальше подвижки грунта, сейчас разбираются эксперты. Предварительные выводы специалисты уже сделали. Произошла протечка в трубе, в подполье образовалась влага и сырость, отмечает жилищный инспектор. Сама опорная колонна, которая стоит и на которой упираются опорные балки, она без деформации. В вертикальной плоскости тоже отклонений не выявлено. В принципе контрольные мыки поставлены, пока движений никаких по деформациям нет. Выяснилось, что в этом доме коммуникации меняли недавно. Некоторые жильцы не пустили подрядчика в свои квартиры, но акт о приемке все же был подписан. Также акты приемки выполненных работ все стороны подписали, собственники и уполномоченные лица в доме тоже подписали. Представители администрации города Канаш, управляющие компанией тоже подписи имеются. Недопуски были в 11 квартирах в этом доме. Из 48 квартир. Вы профинансировали за счет собранных средств населения, которые собирают на один счет. И вы никаких мер со своей стороны как должностное лицо не приняли. Это говорит или о покровительстве, или о вашем бездействии. В прошлом году капитальный ремонт планировали провести и в столичной многоэтажке по улице Грассиса. Но работы так и не успели начать из-за непогоды. Ветхость дома дала о себе знать. На прошлой неделе обрушилась кирпичная кладка на одной из стен. В принципе, прочностные характеристики данной стены сохраняются. Угрозы для жизни для тех, кто проживает в данном доме отсутствуют. Окончательное заключение планируем получить до 30 июля 2017 года. В ближайшее время эксперты должны решить, смогут ли жильцы домов и в Чебоксарах, и в Канаше вернуться в свои квартиры. В любом случае, один на один со своей бедой людей оставлять нельзя, отметил глава региона. Я благодарен родственникам, которые приютили своих близких родственников, кто-то, друзья там пошли на встречу. Это очень важно. Но это временно и жилье на сегодняшний день. Наша задача быстрее, чтобы экспертизу провести, Владимир Юрьевич, во-первых, под контролем жилищной инспекции, других специалистов. И параллельно нужно принимать решение. Вот заключение предварительно какое-то есть, что нужно делать. Объем работы, все нужно просчитать. Проводите служебные расследования, почему люди там подписали и так далее, все остальное. Координацию эту будет проводить у нас Минстрой, уполномоченный орган, совместно с жилищной инспекцией. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика. Переселение из аварийного жилищного фонда и ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий обсуждали сегодня на женедельном совещании у главы Чувашия. Напомним, что в этом году завершается последний этап масштабной федеральной программы переселения граждан «Благоустроенное жилье». Подробности в нашем сюжете. Программа реализована на 75%, доложил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашия Владимир Михайлов. От графика отстает и Бресенский район. Там идет чистовая отделка, ведутся работы по устройству сетей наружной канализации и благоустройству придомовой территории. Подрядчики планируют сдать объект уже в этом месяце. На очереди еще восемь муниципалитетов, которые обязались отчитаться о выполнении программы до конца этого года. Про непогоду. В результате усиления шквалистого ветра в восьми районах Чувашии произошли обрывы ЛЭП. Без энергоснабжения временно остались 42 населенных пункта. В большинстве подачу электроэнергии удалось восстановить в кратчайшие сроки. В настоящее время сумма нанесенного стихии ущерба устанавливается, а жертв и пострадавших удалось избежать. Мне проговорили на встрече с жителями по страховым выплатам. По возвращении из Умерли переговорил я с Алексеем Геннадьевичем Пирожковым, с директором разговора страх Чувашии. В принципе вопросов нет. 19 числа уже проехал страховой агент. Самое главное, там надо отслеживать, чтобы страховые компании в свое время выплачивали. Специалисты отмечают, что нередко при строительстве частных домов нарушаются строительные нормы. Глава Чувашии Михаил Игнатьев просил обратить на это особое внимание, так как подобное халатное отношение приводит к трагическим последствиям. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Перезагрузка двухсторонних отношений. Сегодня глава Чувашии обсудил перспективы сотрудничества с руководителем отделения посольства Республики Беларусь. Внешнеторговый оборот Республик превысил планку в 50 миллионов долларов. Это итоги первого полугодия. В перспективе стороны надеются на увеличение объема в двухсторонних продаж. Сейчас Чувашия поставляет в Белоруссию кухонное оборудование, автокомпоненты, электротехнику и кондитерские изделия. В ближайшие годы экспорт может быть увеличен в несколько раз. Стороны намерены расширить грани сотрудничества в транспортной сфере. В Чебоксарах готовы приобретать минские автобусы. Будет развиваться и сельскохозяйственная кооперация. Впереди у нас есть возможности роста, о чем мы сегодня разговаривали по всесторонним направлениям. Это кроме традиционных вопросов внешней торговли, это вопрос производственной кооперации, реализации совместных инвестиционных проектов. На это у нас есть обоюдное желание и возможности сторон. Есть финансовые инструменты, с помощью которых мы можем решать эти вопросы. Мы учитываем возможности, которые предоставляет, будем говорить так, инвестиционный климат республики. Более подробно вопросы дальнейшего сотрудничества двух республик планируют обсудить на совместном заседании рабочей группы. В Минск отправится и официальная делегация Чувашии. Ожидается, что стороны подпишут ряд деловых документов. Сейчас идет вопрос по наполнению программы данного визита, чтобы мы могли на предстоящий период обеспечить, будем говорить так, субъектам хозяйствования четкий алгоритм работы, чтобы было понимание, куда мы идем, с кем и что нам предстоит сделать. Вопрос организации качественного дошкольного образования – один из приоритетных социальной политики муниципальных властей. За последние годы в Чебоксарах делается многое. Всего за пять лет в городе создали более 13 тысяч мест для дошкольников. Строительство детских садов продолжается. Уже в августе свои двери откроют два новых столичных детских сада. Один из них находится в Радужном микрорайоне на 100 мест, а другой – в Ольгешево – на 240 мест. Все работы идут по графику. Оборудование уже закуплено. Формируется педагогический состав. На строительство объектов было выделено более 200 миллионов рублей. Столичная казна нуждается в постоянном пополнении. Один из ресурсов – эффективное управление имуществом. Сейчас идут торги по продаже и предоставлению в аренду жилых помещений, земельных участков, автотранспортных средств. В первом полугодии 2017 года было проведено 27 торгов, на которые было выставлено 178 объектов. По результатам проведенных торгов было реализовано 88 объектов на общую сумму 110 миллионов рублей. Во втором полугодии планируется пополнить бюджет города еще на 120 миллионов рублей. Сегодня в Краснодаре открылся форум «Единая Россия и городская среда». На форуме Чувашева представляют депутат Госдумы Николай Малов и глава администрации Чебоксар Алексей Ладоков. Практика города Чебоксара представлена на дискуссионной площадке «Комфортный двор». Модератором стал в том числе и глава администрации Чебоксар Алексей Ладоков. Участники форума обсудили современные подходы вовлечения жителей, благоустройство дворов и возможности комплексного благоустройства жилых районов. Также изучили лучшие практики улучшения городской среды. Напомню, проект «Городская среда» стартовал в России в 2017 году. 1600 муниципалитетов страны получили федеральную поддержку для комплексного благоустройства дворов и общественных пространств. Особенность проекта заключается в том, что жители сами инициируют в нем участие. Так в Чебоксарах в этом году в программу вошли 25 дворовых территорий и три общественных пространства. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать стратегию развития городов России. Сегодня итоги полугодовой работы обсуждали работники прокуратуры Чувашии. Участие в заседании приняла и глава республики Михаил Игнатьев. В ходе надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан выявлено более 25 тысяч нарушений закона. Принесено свыше трех тысяч протестов на незаконные правовые акты. В суды направлено более шести тысяч исковых заявлений. Внесено около шести тысяч представлений. Пристальное внимание сотрудники уделяют социальной сфере. Там, по их мнению, нарушений встречается намного больше. Это обеспечение законности в сфере ЖКХ и соблюдение прав людей при переселении из аварийного жилищного фонда. Особое внимание в работе уделено вопросам защиты трудовых прав граждан на своевременную и полном объеме оплату труда. Нашими усилиями, общими усилиями, выявлено и пресечено 6 929 нарушений законности. Надеюсь, что все они устранены. При этом погашена задолженность по оплате труда на сумму 103 миллиона рублей. Реально восстановлены права работников целого ряда предприятий и организаций республики. По взаимодействию с органами государственной власти, местного самоуправления и гострудинспекции, в течение прошедшего полугодия задолженность по заработной плате Чувашской республике удалось снизить в четыре раза. Как положительный момент, было отмечено заметное снижение количества преступлений, а также рост их раскрываемости. В целом, в республике стабильная обстановка. С совместными усилиями всех правоохранительных органов идет постоянная борьба с коррупционными явлениями. Мы ведем также бескомпромиссную борьбу со всеми коррупционными проявлениями. Открытый и прозрачный процесс государственных и муниципальных закупок позволяет нам добиваться высокой эффективности бюджетных расходов. В первом полугодии в рамках внутреннего аудита проведено более 80 контрольных мероприятий. Выявлено финансовых нарушений на сумму более 74 миллионов рублей. Бюджет республики возмещено 23 миллиона рублей. Галина Титарчук, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Планировали справить новоселье в декабре 2014 года, однако не заселились в новой квартиры до сих пор. Речь про участников долевого строительства микрорайона «Синяя птица» в столице республики. Подробнее в сюжете. Екатерина с тоской смотрит на окна своей квартиры, в которой должна была жить уже третий год. Однако вместо счастья «Синяя птица» принесла ей сплошное разочарование. В 2014 году купила квартиру. В мае-декабре планировала въехать. В итоге не получается до сих пор. Я пока живу. Мы живем семь человек в двухкомнатной квартире. У застройщика закончились деньги. Строительство встало. Арбитражный суд ввел в компании процедуру наблюдения при банкротстве. Чтобы 178 дольщиков не остались без квартиры денег, пришлось подключиться Минстрою Республики. Мы приняли решение, что компании СМУ-115, отдел Финстрой и СМУ-58 будут помогать компании «Ютон» и завершать строительство существующей блок-секции данных домов, данного жилого комплекса «Синяя птица». Однако некоторые работы должен доделать сам генподрядчик. И именно это отделяет жильцов второй позиции от долгожданного новоселья. Одна из недоработок, из-за которой Гостроинадзор не может принять дом – незащищенность фундамента. Затопление подвала. Вот она, вода пошла вниз, и все затапливает подвал. А в последшем уже, может быть, или потеря несущей способности грунтов. Директор компании-застройщика утверждает, на этом месте был котлован по открытую парковку. Денег на ее строительство пока нет. А мы взяли, засыпали котлован, который был выкопан для ведения работ по строительству парковки. Вот и все. А для того, чтобы дом должен быть принят с подъездными путями и все прочее, эта вода течет только потому, что засыпано не должно было быть. От идеи строительства парковки застройщик отказываться не собирается. Но и в таком виде дом принимать нельзя. Так или иначе, дом должны сдать до конца июля. Это новые сроки, которые обозначил застройщику и жителям Минстроя Чувашия. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов, Республика. 200 тысяч рублей за смягчение наказания. Такую услугу предложили жители Ульяновска, которого обвиняли в организации азартных игр, двое жителей Чебоксар. Молодой человек и девушка предложили обвиняемому дать судье взятку, чтобы тот сменил реальный срок условно. В конце декабря 2016 года вымогатели задержали сотрудники УФСБ с поличным при получении от подсудимого 200 тысяч рублей. При этом девушка представилась помощником судей одного из районных судов Чебоксар. Накануне Чебоксарский районный суд Чувашской республики вынес приговор и признал их виновными в мошенничестве. Молодой человек получил 2,5 года колонии-поселения, девушка – 1,5 года условно. Приговор суда не вступил в законную силу. В России может подорожать сотовая связь. Предупредили в Минкомсвязи после того, как накануне федеральная темнопольная служба потребовала от крупнейших мобильных операторов отменить внутрироссийский роуминг. Большой четверки на отмену дано две недели. Время уже пошло. Требования ФАС касаются крупнейших компаний в МПЛКОМ, это Билайн, МТС, Мегафон и Целедва. То есть практически всех мобильных абонентов России. Все они присутствуют в Чувашии. Мобильные операторы пока изучают документ. Для абонентов Мегафона без роуминга в поездках по России давно уже наступил, на наш взгляд. Большинство из них пользуются пакетными предложениями. Для клиентов других тарифных планов мы рекомендуем подключать услугу будь как дома. Мы безусловно получили текст предупреждения ФАС и на данный момент этот текст пристально изучается у нас в компании. В такие сжатые сроки технически невозможно внести изменения в тарифные планы. Со своей стороны мы уже несколько месяцев как по факту отменили внутрисетевой роуминг на нашей новой тарифной линейке. Мы действительно считаем, что снижение межоператорских тарифов автоматически привело бы к тому, что внутрисетевой роуминг исчез бы сам по себе. Роумингов в России три. Национальный, внутрисетевой и отдельный в Крыму. Внутрисетевой роуминг, который требует отменить, действует внутри одной и той же сети на всей территории страны. Но если сеть одна, почему платить в соседнем регионе нужно больше? Федеральная антимонопольная служба провела расчет. Ни экономических, ни технологических оснований делать связь в поездках по России дороже у операторов нет. Мы часто выезжаем за пределы Чебоксара и подключаем. Естественно, это очень накладно. У меня уже давно такой тариф, что там без роуминга. Вот я сейчас не дома. И у вас дороже от этого тарифа не стало? Потому что за 500 там все включено? Там включена минута, которую я сейчас трачу, да. У нас родственники живут в Москве. Часто звоню. Правда, подороже. Но если у нас будет теперь одинаковая цена, было бы здорово. В Минкомсвязи России считают, что отмена роуминга ущемит права тех, кто им в принципе не пользуется. К такому мнению пришли и некоторые абоненты. В моем случае это да. Будет накладно. Я не пользуюсь роумингом. И если это в цене, в тарифном плане будет увеличиться, это будет невыгодно. Операторы большой четверки должны изменить тарифы на услуги связи в поездках по России. Исключив необоснованную разницу цен. На исполнение требований ФАС у операторов осталось не так уж много времени. К началу августа они должны предупредить абонентов о смене тарифов. А затем еще через 10 дней запустить новые правила в действие. Юлия Важенина, Арена Гавилиан, Республика. Фишки, тамагочи, тетрис, покемоны, йоу-йоу. А теперь еще и спиннеры. Это новомодная игрушка. Антистресс появилась в России относительно недавно. Но уже завоевала любовь детей и даже взрослых. Так ли безопасно новомодное увлечение узнавала Дарина Игнатьева. Валера крутит спиннеры в руке, на лбу и даже на языке. Этот девайс один из самых простых в его коллекции. Есть еще светящиеся неоновые, вращающиеся от нажатия и в форме летучей мыши. Он расслабляет, иногда помогает успокоиться. В классе все начинают сразу признавать. А с друзьями тоже играете? Какие-то трюки показываете? Ну да. Те же самые перекидывания или на лбу, в общем, вот на кепке, например. Повальное увлечение спиннерами началось в классе Валера в самом конце учебного года. Тогда учителя забили тревогу. Мол, не учатся дети, а мерятся, чья игрушка лучше. Мама Валера к увлечению сына относится спокойно. Я не боюсь спиннеров. Считаю, что это не навредит моего ребенку никоим образом. Переживать за успеваемость детей не стоит, отмечают психологи. Как и к другим модным увлечениям, интерес к спиннерам должен угаснуть через пару-тройку месяцев. Кроме того, исследования ученых показали, что повторяющиеся движения спиннера способствуют концентрации внимания. Но действует этот эффект только на детей старше 8 лет. Если родители видят, что спиннер помогает ребенку сосредоточиться, то, конечно же, почему бы ему не разрешить вертеть игрушку, пока он, например, учит стихи. А если же спиннер больше отвлекает, то, естественно, нельзя разрешать ребенку брать такую игрушку в школу. Сегодня детская игрушка заполнила не только школьные дворы. Спиннер можно обнаружить и в руках взрослых людей. Крутить вертушку, разговаривая по телефону или решать сложную задачку, кажется уже привычным делом. Для некоторых новомодный девайс стал помощником в борьбе с вредной привычкой. Спиннер – это крутая вещь. Сейчас не курю, уже совсем выросил. У меня был стаж на 2 года, а бросить курить мне удалось буквально за месяц. Интересный факт. Наверняка все видели трюки со спиннерами в интернете. Их популярность достигла таких масштабов, что некоторые любители спиннеров всерьез задумываются о том, чтобы организовывать чемпионаты по кручению игрушки. А там недалеко и до открытия нового вида спорта. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Игорь Зверев, Арена Кавелян, Республика. В минувшие выходные в Чебоксарах прошел Кубок Чувашской Республики по велосипедному спорту Mountain Bike Cross Country. Естественные препятствия холмистых склонов парка 500-летия, поваленные деревья, лесные дороги, неожиданные спуски и подъемы сделали динамичную скоростную короткую гонку. За ходом соревнований наблюдали наши корреспонденты. Кросс-кантри – одна из быстро набирающих популярность в России спортивных дисциплин горного велосипеда, в которой сочетаются сложные затяжные подъемы, резкие спуски и естественные барьеры. Трассу длиной в один километр постарались сделать скоростной и очень техничной. По традиции ее проложили на склонных парка 500-летия, однако для самих спортсменов она не показалась сложной. Круг был маленький, а трасса знакомый. Мы сегодня выиграли те спортсмены, которые обладают большей техникой, потому что трасса такая техничная сегодня была. У кого уровень подготовки на технику был высокий, те и сегодня победили. В соревнованиях принимали участие спортсмены спортивных школ, клубов и других спортивных организаций. Среди мужчин призовые места разделили Лукьянов Сергей, Осипов Станислав и Евграпов Евгений. В женском зачете победителем стала Крылова Олеся, серебро у Савельевой Виктории, а бронза достала и Саблиенко Диане. Я начала заниматься с 10 лет. К нам в школу пришел тренер, приглашал всех в секцию велоспорта. Я пошла, решила попробовать, понравилось и так и занимаюсь до сих пор. В дальнейшем планы, конечно, грандиозные, но... Ты в себя видишь? Прежде всего, чемпионов, конечно. Велоспорт набирает популярность. Тысячи людей руль автомобиля поменяли на велосипедный. Но у поклонников горного велосипеда есть свои преимущества. С его помощью легко добраться и исследовать уникальные ландшафты, до которых просто не дойти пешком. Мария Леончик, Сергей Адушкин, Республика. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.